Итак, всем привет! И сейчас я вам буду показывать свою новую квартиру, в которую я переехала. Прихожая, дверь, ничего не изменилось почти. Вот такой здесь шкаф у нас. Здесь у нас стоит обувь, но в основном стоит только моя, живая с соседкой. Вот это всё моё, её только две части. И вот здесь тоже чёрные мои, её белые. Всё лежит только моё, потому что у меня куча-куча всего. Сумку Невея мне подарили в аптеке, как всегда, и в том году мне тоже дарили. Здесь вещи девочки, с которой я живу. И вот так вот выглядит наша комната. Здесь мой чемодан, коврик для йоги, но я на нём качаю пресс. Здесь купилась я такой вот коврик, очень мягкий, он очень приятный. И когда я переодеваюсь, я на нём стою. Чтобы не стоять босыми ногами на кафеле, на плитке. Здесь вот так вот собраны все плечики. Мой чемодан, как видите, и моя одежда, часть. Вот. Ну, не буду напоминать, что очень много у меня в Анталии у бывшего мужа. Но здесь тоже уже всё прибавляется. Так, и вот так вот моя одежда лежит. Кстати, хотела вам сразу показать и рассказать о том, что я продаю свой фотоаппарат. Но это будет в другом видео. Надеюсь, что я его здесь продам в Турции. Я решила себе новый взять. И чтобы этот просто так не лежал, я решила его продать. Вот такой у нас столик со стульчиками. Ну, такой чуть-чуть. Хоть я его убирала, но всё равно всё разложено. Это для тренировок. Я вчера тренировалась. У нас здесь недалеко тренировочный наш такой парк. Мы в него приходим, тренируемся. Телевизор, тумбочка. Кстати, купила себе очень классную свечку в Заре. Сейчас вам сразу её тоже покажу. Я ещё не зажигала её. Сейчас я открою. Решила сделать себе такой приятный вечер. Мне нравится она в такой кожаной упаковке. Сейчас, извиняюсь, сниму. Она стоила где-то 49,95. Я её за 20 чанталир купила. Там были скидки в Заре. The Place. Аромат вообще просто шикарный. В таком кожаном чехле. Я ещё её не зажигала. Но, надеюсь, в скором времени я её буду зажигать. Вот такая вот свечечка классная. Ещё купила духи. Одне подарила своей соседке Роуз. Потому что у неё уже есть соседка. Я ставила валь. Очень быстро и просто ими пользуюсь. Они не экономно. Ну как, относительно экономно. Так, салфеточки, пульт для кондиционера. У нас сейчас небольшая проблема с кондиционером. И как видите, сейчас всё стекает. Сюда у меня вода. Она уже так относительно наполнилась. Я поубирала. Но, в общем, как-то не судьба. Ждём. Если видите, вот в этой части как раз тоже заполнится вода. Но я периодически это всё вытираю. И вот так вот выглядит моя комната. Вот если зайти только вот от двери. Вот так вот выглядит зал. Кухня. И место, где можно отдохнуть. Если кто к нам приезжает, здесь диванчик. Можем полежать на нём. Подушечки. Мой плед. Очень классная штучка. Такая пахучка. Мне очень нравится. Вайюсбир, кстати, её купила. Это нам дала подружка. Если мы захотим чай, кофе делать. Чайничек. Но мы им не пользуемся. Этот утюг нам давал именно ложманчик. Где мы снимаем квартиру. Это в Хэби Миле. На подносы ложили. В Макдональдсе я забрала. Хотела Эмиле передать, но не получается. Вот так вот мою посуду. Оставляю здесь. Тюг, точнее газ я не купила. Дорого получается. И у меня нет времени готовить. И мы решили, нет смысла. Здесь уже осталось не так много времени. Моющая. Подносик, кстати, взяла. В Макдональдсе. Очень технично. Купила такие себе две штучки. Не помню, показывала или нет. Но относительно ими даже не пользуюсь. А все стаканы и тарелочки, чашечки. Всё я взяла в отеле. Признаюсь. Надеюсь, что меня не будет смотреть отель. И меня за это не отругают. Но мне это пригодится потом. Холодильник у нас. Морозилка у нас, считайте, пустая. В холодильнике. Та-да-да-дам. Наполнено всё фантой колой. Спрайтем всё с нашего отеля. И Джейсу вода. Тоже с отеля всё приносим. Экономим. И здесь подарочек такой. У меня из Казахстана. Здесь моё мыло лежит. И здесь такой набор. Это тоже, кстати, Шериданцу мне в подарок мне привезли. Конфеты они растаяли. И посмотрите, в каком он идти в состоянии. Вдохновение. Я их так люблю. И это Айва. Тоже мы её кушаем. С неё у нас день базара. С неё пятница. Но я, видимо, не пойду на базар. Очень не хочется дойти. Жарко. Вот такие у нас шторы. Шторы мы все перестирали. С этой стороны вот так смотрится. То есть очень довольно-таки большая квартира. Находится на нулевом этаже. Вот, как видите, периметр такой. Площадь достаточно большая, чтобы поубирать. И вот так вот выглядит мой выход на балкон. Не как в прошлом моей квартире. А сейчас я на нулевом этаже, считайте. На минус живу. Это я сейчас положила. Так. Здесь швабра. Всё купили сами. Винничек, собочек. Это всё чисто. Поверьте, это просто краска была. Вот так вот выглядит. Тоже купили. Чемодан оставили на улице. Это моей девочке, которая со мной живёт. Потому что она везла с собой рыбу. И он очень провонялся. И он у нас до сих пор выветривается. Тоже железную эту штучку для одежды. Я всё сама купила. Чтобы было на что вешать. И вот так вот выглядит наше сите. И вот здесь бассейн. Бассейн. Погода у нас. Это вот соседи наши тут тоже. И с другого стороны, как видите. Красивое небо. Ну, жалко, что на такой вот этаже. Видите, здесь можно ставить мангал. Делать шашлычок. Всё ухожено. Поливается. В принципе, выглядит очень всё хорошо. И сейчас вам покажу свою спальню. Так. Видите, чуть-чуть цветёт. Потому что нулевой этаж. Сейчас покажу. У меня здесь вещи стираются. Поэтому чуть-чуть шума. Вот так вот выглядит наша душевая. Кстати, стало в последнее время забиваться. Машинка стиральная. Всё есть в наличии. Вот такой вот металлик. Ещё пришлось докупить тазик. В общем, всё то, что нужно. И здесь я. Всё моё. Кстати, если вы заметили, это тоже всё моё. Ничего, девочки. Заходим в мою комнату. Как вы уже, наверное, поняли. Лаванда – это моя кровать. Тумбочка. Все там принадлежности. Вот такое вот у нас окошко. Как бы в подвальном, считайте, помещении. И сразу видно, что очень-очень сыро. Поэтому я не люблю квартиры, которые на нулевом этаже, которые приближённые к земле. Здесь это не приветствуется. Считается самая дешёвая. Но относительно. Сейчас такие цены подняли, что совсем не дёшево. Моя квартира, которую я сейчас снимаю, тысячу лир стоит. Мы, получается, с девочкой, с которой живём, сбрасываемся на двоих. По 500. Ну, вот, как видите, между нами красивый ковёр из той же серии, которая у меня возле шкафа. Также у неё тумбочка постельная, которая здесь была. Я купила всё своё ещё с прошлой квартиры. Ну, вот так вот она выглядит. И ещё хотела сказать, так, всё у нас есть, люстра есть, всё перестиранное. И, конечно же, кондиционер. В последнее время мы уже включаем кондиционер. Ну, как-то вот так вот выглядит моя квартира новая. Обещала, обещание сдержала. Поэтому всё засняла я вам. Надеюсь, вам понравилось. И если у вас есть вопросы, ставьте пальчики вверх. Пишите комментарии под этим видео, что бы вы хотели узнать. Живу я в Кемере, но не в самом центре. В Аслан-Бучак, как в том году и как в прошлых видео я вам говорила уже. Поэтому у нас есть свой бассейн. До моря нужно, желательно, конечно же, ехать на автобусе. Вот такие вот дела. Ну, а утром нас забирает сервис, который развозит нас на работу. И также вечером забирает нас сервис, машина и привозит нас домой. Поэтому на проезд в этом плане мы не тратим, экономим. Вот так вот выглядит наша квартира. На этом заканчивать буду своё видео. И всем привет! И солнечная Наталья! Пока-пока!